всем привет в общем закончили мы демонтаж уже практически неделю назад к сожалению не получилось снять видео пока здесь было пусто но тем не менее быстренько покажу то есть итак чем заканчивается идеальный демонтаж тем что полностью защищены потолок стены снятые внутренние рамы все откосы убрана вся подсыпка оголены балки то есть помещение не остается вообще ничего можно заводить материалы работать здесь как вы уже видите постелен профлист то есть началась подготовка к полам большая часть квартиры уже застелен давайте покажу нюансы значит звукоизоляцию в данном на данном объекте заказчик решил использовать как бы эконом вариант то есть два слоя из овера 50 миллиметров без акустик бац и поэтому укладываем минвату в два слоя на пароизоляцию балки предварительно были примерно выровнены в один уровень сверху кладем 35 лист в данном случае использован лист 0 7 миллиметра тоже заказчик решил немного сэкономить затем запускаем арматуру в ячейке сверху будет сетка и еще сверху арматура здесь у нас кусочек остался незакрытый и вот такие вот куски незакрытые возле окон там где у нас стояки небольшая проволочка сантехниками заказчик сожалению заранее не сделал сантехники которые не местные или заряжают цену прилично или отказываются от работы а местные сантехники не торопятся то есть суть в том что мы хотим поменять вот эти стояки полностью поменять у соседей то есть запустите вверх и вниз новые трубы плюс здесь проход стояк и к соседу также нужно будет за стенку завести новые трубы там сделать подключение чтобы убрать из этой квартиры вообще все потенциально аварийные соединения сейчас у нас пятница надеюсь за выходные заказчик решит этот вопрос и можно будет до конца закрыть уже все профлистом положить арматуру сетку все связать подготовить к стяжке так теперь немножко про подставочки подставки сейчас петрович вот такие это они уже обрезаны как надо то есть берутся подставочки и потом вырезают зависит от того какой профлист и какая высота нужна вот и вся арматура ставится на такие подставки так здесь также еще один стояк вот а сейчас я займусь заменой здесь у нас проходит чугунина соответственно сейчас будут расчеканивать стояк менять и делать уже пластиковыми трубами выход под инсталляцию под душевую вот еще один у нас есть стояк здесь вот это мы также поменяем чугунина потом на пластик заведем к соседям но это уже будет сделано попозже после того как сделана стяжка и хотел показать еще один нюанс в общем то стандартное решение которое применяется уже давно нами это создание опоры вдоль стены день не проходит балка то есть вот в этой по этой стене у нас не было никакой опоры поэтому берем 75 уголок и монтируем его с помощью шпилек используем химический анкер то есть на трех метровый уголок делаем пять отверстий шпильку я использую м10 загоняется фиксируется и притягивается также для облегчения монтажа уголок монтирую на 25 миллиметров ниже потом к нему прикручивается просто 25 доска уже на 25 доску прикрепляется проф лист собственно вот проверенное решение хорошо работает как ну все работа по замене трубы конденсационные закончена зачищен раз труб установлена манжета дополнительно санитарным герметиком все засиликонено так это у нас на инсталляцию пойдет 110 здесь будет душевая что сделано с уклончиком собственно все можно заканчивать так у нас закончена этап подготовительной перестяжкой то есть еще раз повторюсь был сделан в квартире 50 квадратных метров полный демонтаж защищены все межбалочное пространство от мусора затем гидропароизоляция звукоизоляция проф лист арматура в ячейке по стене где не было опоры смонтировали 75 уголок на химические анкера уперли проф лист на него сверху сетка и в некоторых местах усиление сверху арматурой еще одно небольшое новшество но не то что новшество но вот редко такое встречается здесь заказчики захотели сделать водяные теплые полы то есть монтировать трубу нагревательную стяжку поэтому поверх сетки мы сделали вот такую трубу смонтировали соответственно все это будет заливаться стяжкой выхода здесь а также смотрите вторую трассу кинули потом спошла трасса по подача в изоляции обратно без изоляции и идет на стену то есть будет не теплая стена ой не теплый пол теплая стена для чего это сделано заказчики когда покупали квартиру еще осенью ну и показалось что стена отсыревает при демонтаже я этого не заметил но тем не менее вот захотели сделать такую теплую стену поэтому в данный момент смонтировали как будет проходить труба в стене затем когда стяжку сделаем мы еще про пробьем эту стену посмотрим насколько какой штукатурный слой и примем решение нужно ли будет эту трубу углублять в стену в кирпич пробиться либо же просто заштукатурить трубу так вот такое необычное решение единственный нюанс все это хотят заказчики подсоединить к двухконтурному газовому котлу соответственно от него чтобы подавалось тепло но счетчика здесь нет поэтому дай бог им чтобы все получилось вот что еще было сделано была поменена фанина в тройник ставили 30 трубу также сделали выход на трап это потом пойдет на раковину за фарш стеной прокинули под профлистом трубы для горячей холодной воды соответственно тоже сюда будут подсоединяться к котлу приходить сюда где будет дешевая кабина и раковина собственно все осталось сделать быстренько стяжку немного подождать и продолжить ремонт всем пока